Ой-ой-ой-ой! Так, всем привет на мой канал! Это мой котик. Я давно не снимала. В общем, у меня сегодня мукбанг. И я хочу вам познакомить с вами своего котика Умку. Да, Умка. Посмотри в камеру. Ладно, не буду его мучить. Пойду его отнесу. Он пускай там играет. Вот, и у нас начнется мукбанг с вами. Иди, Иди, Умка. Иди. Так. Итак, сегодня у меня мукбанг с Кевси. Что у нас тут? У нас тут бедрышко. Вот так, салфеточки. Это у нас баскет оригинальный. Так, сейчас я у вас немножко... Баскет оригинальный, да, здесь два острых крылышка. Вот, и наггетсы немножко. Так. И маленькая картошечка по-деревенски. Вот такая вот картошечка по-деревенски. Вот, котик у меня там немножко пищит, но ничего. Он у меня просто... Не любит какие-то двери закрытые. А если двери открыть, он мне будет, в общем, тут в цветке лазить. Посмотрите, какая у меня помада. Как мне идет. Такой цвет не идет. Вот. Больше я краситься не стала. Только помадой накрасилась. Так. Вот у нас такой мук-банк получается. Так. Вот так вот и получается. Это у меня пакет там. Ходила в магазин. Так. Попить у меня тут есть водичка. И безалкогольное пиво малиновое. Вот. Очень давно я не снимала. Вот. Вы знаете, даже желание такое было... Так. У меня не видно. Желание было такое забросить, в общем, свой канал. Вот. Все удалить. Все, короче, напрочь поудалять. Так. Все. Купил вот такой вот соус. Сейчас буду пробовать. Вот сюда налью соус. На тарелочку. Буду пробовать. Ой, так он пахнет прям прикольно. Карри, манго, соус для курицы с изисками. Да, прикольно. Классно. Вот. В общем, балкон я покрасила. Но на следующих выходных я буду делать окна. Либо красить их буду, либо буду что-то делать, думать на следующий год, может быть. Вот. Вставлять новые окна. Вот. Немножко я упала в депрессию. Такую. Хотела все запросить. Картошечек по-деревенски обожаю. Хотела все поудалять. Потому что мне кажется, что... Ну... Ну, в общем, как обычно, знаете, смотришь на себя со стороны, как бы кажется, что не очень. Как это все по-чудному. Вот. Все по-чудному снято. Котеночка взяли. Хорошенького. Так, это у меня... Ой, как я люблю такое. Вот. Очень долго планировали котенка взять. Вот, вот взяли. Британец-котеночек. Кто-то скажет, что можно было взять из приюта. Ну, в принципе, будет прав. Британец-котенок. Ну, ничего. Если мы захотим, мы еще котеночек возьмем. Какой-нибудь. Обездоленного. Вот, у меня тут в цветах лазит везде. Протираю пыль в два раза больше, чем прежде. Ну, хороший, хороший. Все равно такой баловник, конечно, но еще такой прям хорошенький. Все равно и в туалет сразу пошел. То есть такой... Легко воспитаемый. Вот. Вот и лето, считай, прошло середина лета. А мы его практически не видели. Но я планирую поездку в сентябре. Вот. Не буду говорить. Может быть, потом поснимаю, покажу. Если не удалю канал. Если не удалю канал. Блин, помада классная. Если что, помада блеск Vivienne Sabon. Вот. Вот. Одна моя подписчица в инстаграме. Моя знакомая. Она, в общем, давно была подписана на мой канал. На мой ютуб канал. Когда еще там ничего я не снимала. В общем, было у меня там пару видео. Я ей пересылала как-то давно. Несколько лет назад. И она, в общем, посмотрела мое видео про женскую дружбу. И высказала мне свою точку зрения. На мою точку зрения. Что я не права. Что дружба на самом деле женская есть. Просто это мы такие. Это мы не умеем дружить. Это вот мы предаем там. Все такое. Ну, девочки, к слову, 20 лет. Я говорю. Ну, дай бог, чтобы тебе встретились хорошие, реальные подруги. Я реально этого желаю ей. Чтобы не было у нее такого прям разочарования, как бы. Вот. Ну, а нам, взрослым, остается только... Мечтать, что на самом деле дружба есть. И вот она мне написала, что, типа, ну, как же, типа, со всем, что ли, не общаться, да, теперь. Так, вот так вот сделаю. Вер, ну, почему не общаться? Хорошие, приятельские отношения, то есть, с людьми, которых вы понимаете. То есть, вы понимаете отношения этого человека к вам. Хотя, то есть, это, конечно, отношения можно скрывать от человека. Ну, я вообще склонна думать, что дружба возможна только, не дружба даже, а приятельские отношения возможны только на одном социальном уровне. Когда вы, когда вы, две девочки, на одном социальном уровне, да, вот, и когда, то есть, как бы, ну, вы друг друга понимаете, то есть. Ну, вообще, женщина так устроена. Что я все-таки склонна верить и думать, что дружбы женской нет. Ножка. Поэтому, вообще, лучше не париться на этот счет. Ну, даже, конечно, хочется там общаться, да, вот тоже. Ну, она мне вот написала, что ж теперь ни с кем не общаться, если, типа. Ну, почему, типа, общаться. Но доверять, как вы понимаете, вы, да, вот, про что я постоянно говорю, вы должны быть уверены в том, как человек к вам относится. Уверены должны быть уверены в том, как человек к вам относится. Потому что подруги, они, это такая вещь. Не вещь, а, так сказать, ситуация. Ну, она вам раз что-то брякнет там, обесценит как-то вас. Два брякнет. И нужно понимать вообще, с кем вы общаетесь, с кем вы имеете дело. Даже если вы просто ходите тупо гулять, тупо развлекаться. Вот. Поэтому... Как-то так. Ну, как Литвинова сказала, правильные слова она сказала. Вот пока молодые, надо дружить направо и налево. Типа, это легко. В молодости дружить легко. А потом уже тяжелее. Вот мне вот 30 лет, мне уже тяжело. Мне уже даже где-то в тягость. Даже вот не хочу никого обидеть, если там кто-то из знакомых моих подписан. Даже и среди тех, с кем я общаюсь, мне надо в тягость. Но я выбираю такую тактику. Типа, ну, редких встреч и общения по делу. Даже если человек ко мне тянется. Потому что я настолько уже наобжигалась на этом. Что я уже не хочу. То есть мне вот в тягость. Так, сейчас я салфеточку возьму влажную. Вот. Так что, дружба это дело такое. А тем более, когда уже все взрослые. Да, вот уже свои семьи, свои дети. То есть, вот у меня есть, например, знакомые, да, как можно сказать, приятельницы. Вот у них уже дети, а у них незрелость такая, как будто они школьницы еще. То есть, ну и как бы... А у меня вот нет детей. Я себя считаю человеком своего псих... Хотя бы своего психологического возраста. Вот. Короче, дружить можно направо-налево. Главное, чтобы это не было в тягость. Сейчас у нас огороды, да, всякие такие. Ой. Всякие. Урожай сейчас уже идет. Вот. Я варила смородичный компот недавно. Вот. Вкусный был. Ой, острый. Острый попался. Вот. Я буду вообще желательно есть даже не в компоте, не в вареньях, а просто так. Вот пока она свежая. Ну, в общем, я жду в комментариях. Хочу вас вообще спросить. Вот интересен мой канал. Или мне вообще все забросить. Потому что я как-то, знаете, у меня такие настроения бывают. Ну, я как-то посмотрела пару своих видео со стороны. Может быть, со стороны совершенно другой взгляд, да. Может быть, кому-то нравится. Вот. Вы мне напишите в комментариях, как вам мой канал. Удаляем или снимаем дальше. Ну, потому что А хотя, что удалять, да, действительно. Ну, даже вот если событий каких-то нет таких, чтобы поснимать. Иногда даже, знаете, вот куда ты приедешь и даже забываешь поснимать. Вот в чем дело. Если я буду знать, что вам интересно, то я буду снимать. Блин, соус вообще вкусный, обалденный. А я сейчас на ужин буду жарить картошку. Буду жарить картошку, чтобы шайба моя была еще шея. Вот. Так, по поводу женской дружбы я уже поговорила, да, с вами, что... Я просто не стала ей писать то, что, блин, ребенок, тебе еще столько предстоит. И не дай бог предстоит пережить всего. Вот. Что я даже завидую твоей наивности. Вот. Я хочу найти себе купальник, никак не могу найти. В общем. Вот. Магазин Asos у нас закрыли, да, приложение. Шен работает, но без карты мир не работает. Ну, вот такие вот у меня дела. В общем, насущные житейские. Живем потихонечку. Вот так вот лето проходит. Дальше осень наступит. Остро какая. Все, у меня остался последний вот этот вот наггетс. Вот. Я хотела бы, знаете, что снять видео еще вот на тему гражданский брак за и против. Ну, то есть, мое понимание вообще вот этого явления как гражданский брак, хотя он считается как сожительством. Ну, это не важно. Вот сниму такое видео. Картошечка осталась. А как вы вообще относитесь к женской дружбе? А то, вот знаете, как вообще у вас отношения? Напишите в комментариях. Просто положительное, там, отрицательное. Может быть, я не права. Может быть, мои как бы убеждения ложные. Вот. Так что. Все, у меня тут все уже позакончилось. Уже все почти доело. Вот. Дождь начинается уже. Видите, погода меняется. Дождик начинается. Ну, ничего. Дождик тоже хорошо. Зной пройдет. Жара вот эта сумасшедшая уйдет. Ну, все. Все закончилось. Все схамячила. Опять в одну харю. Вот. Ну, вот такой, в общем, у меня получился мук-банк. Жду ваших комментариев. Вот. Спасибо всем, кто на меня подписывается. Мне очень приятно. Вот. Буду стараться снимать побольше. Если это будет интересно, вот. Буду снимать. Ну, ладно. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok